В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. Сотни активных женщин считают Самару своей семьей и стремятся решать городские проблемы. Поддержку активистки движения Союза женщин Самары пытаются найти у губернатора. Николай Меркушкин встретился с ними в концертном зале филармонии. На встрече речь зашла об изменениях в системе местного самоуправления и о роли женщин в современной жизни области. А в это время женщины копали и продвигались женщины вперед. Наталья Михайловна Александрова без дела не сидит ни минуты. Уже два года возглавляет Союз женщин в Самарском районе. Состоит в общественном совете. Заручившись поддержкой жителей, баллотируется в депутаты. Считает, женщина во все времена главная движущая сила. Мы двигатель всего. То есть, как если женщина захочет, она в семье все двигает. Точно так же она двигает и в жизни, и в политической, и в общественной. Это самое главное женщины. Я считаю, что женщины не зря с большого буквы часто пишут. Женщина. И аплодируют нас, и пишут про нас много стихов. Представительницы прекрасной половины человечества уверены. Женщина готова перенести на своих хрупких плечах любые тяжести, если у нее есть надежная опора и поддержка. Огромное счастье, когда у тебя есть семья, когда есть дети. Они всегда помогут тебе, тебя поддержат в любых начинаниях. Я лично сама получала и второе образование, и карьеру выстраивала уже будущие семейные женщины. Союз женщин в Самаре объединяет более 600 тысяч представительниц прекрасного пола. Многие из них активно участвуют в жизни города, возглавляют общественные организации, занимаются политикой, стараются сделать мир вокруг лучше. Женщины, готовые решать проблемы по-мужски, поддерживают реформу местного самоуправления и сами активно идут в политику. По словам губернатора Самарской области Николая Меркушкина, чтобы власть работала эффективно, важно привлечь к участию в выборах большую часть населения. Наша задача в том, что на этих выборах, это местные, свою власть будут люди избирать, самую близкую, как можно больше людей, чтобы пришло туда, чтобы потом эти пришедшие могли потом и участвовать в тех инициативах совместных, которые власть будет инициирована. Будь то благоустройство, или деревья посадить, или парк заложить, или там во дворе что-то там сделать. Присутствовавший на встрече глава городской администрации Олег Фурсов отметил, самые острые вопросы лучше всего решать на местах. Городское сообщество Самары – это большая семья. И таким же образом мы должны относиться к выбору нашей власти. Мы должны лучших людей избрать во власть. Сейчас предоставлен уникальный шанс формировать именно то местное самоуправление, которое действительно будет решать задачи развития каждого микрорайона, каждого муниципального образования, каждого двора. И это очень-очень-очень важно. Выборы в районные советы депутатов пройдут в Самаре 13 сентября. Тогда же, в начале осени, в областной столице планируют установить памятник женщине. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. 100 из 100 возможных баллов получили 84 самарских выпускника. Четверо из них показали высший результат сразу по двум предметам. Ребят, которые продемонстрировали абсолютные знания на едином государственном экзамене, в торжественной обстановке получили благодарственные письма из рук главы города. На вручение побывал и наш корреспондент. Драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота как раз про нее. Единственное, чего не хватает выпускницы первой гимназии Лизе Лосевой, нескольких часов в сутках, чтобы все успеть. А о некоторых своих возможностях девушка и сама не подозревала. 100-бальный результат ЕГЭ сразу по двум предметам. Русский язык и общество знания стал приятной неожиданностью. Всегда 100 баллов это кажется чем-то таким немножко сказочным. Поэтому я была несколько времен, но очень рада, что так получилось. Не могу сказать, что я корпела над учебниками. Я считаю, что если ученик в течение долгого времени хорошо учится, необходимости в такой непосредственной подготовке, может быть она и есть, но она не настолько острая стоит. Еще трое выпускников набрали высший балл по двум предметам. Всего 100 баллов на ЕГЭ получили 84 человека. И уже по сложившейся в Самаре традиции лучшие результаты выпускники демонстрируют по русскому языку. Я шла к нему весь год. Я усердно готовилась. В принципе, у меня природные данные. Я много читаю. Выпускников, показавших лучшие результаты на ЕГЭ, в торжественной обстановке поздравил глава администрации Самары Олег Фурсов. Кстати, тоже золотой медалист. Он вручил каждому благодарственное письмо. Глава администрации отметил. Первая высота взята, но расслабляться еще не время. Я призываю вас к тому, чтобы вы не останавливались в своем самосовершенствовании, чтобы постоянно оставили перед собой новые задачи и стремились их достигать. И не надо бояться амбициозности. Ставьте планку своих будущих достижений достаточно высоко. Благодаря этому вы будете развиваться, будет развиваться город, наша область и наша страна. Аттестат зрелости получен. Выпускные экзамены позади с вузами определились. Теперь ребятам предстоит выдержать самый сложный экзамен под названием «Жизнь». Мариана Мирная, Марина Матвейшина, Станислав Левин. События. Победу в непростой борьбе на международных детских играх победителей одержали самарские ребята. Многие из них занялись спортом, чтобы побороть рак. Но победив болезнь, решили улучшать спортивные достижения. На вокзале победителей встречала наша съемочная группа. Победители по жизни. Каждый из этих ребят сначала взял реванш в борьбе с тяжелой болезнью, а теперь доказал свое мастерство в спорте. Золото по легкой атлетике и плаванию, бронза по стрельбе. Оля Воронина – одна из победительниц международных детских игр победителей. А совсем недавно она совершила свою главную победу, преодолела тяжелую болезнь. Саркома Юинга – страшный диагноз, злокачественная опухоль костного скелета, привела к потере ноги. Спорт помог. Мне не могли сделать эндопротез. Мне надо было накачивать мышцы. Я занималась, качала ноги, чтобы мне смогли сделать эндопротез. Нужно было мышцы массу накачать. Сейчас мне спорт помогает ходить. Я учусь, занимаюсь спортом. Самую младшую спортсменку из самарской делегации Валю Разгоняеву впору называть «железной леди». У девочки вся грудь в медалях. Во всех четырех видах спорта, в которых девочка принимала участие, была на пьедестале. Плавание, шахматы, футбол и бег. Главная болельщица, конечно, мама. В беге они вообще участвовали. Шел сильный дождь. То есть предлагали родителям, если кто-то может отказаться, то есть не участвовать. Многие отказались, но мы нет. Мы пробежали дистанцию и победили. Первое место заняли. Четвертый год подряд самарские ребята, преодолевшие онкологические заболевания, ездят в Москву на международные соревнования детские игры победителей. В этом году 10 юных спортсменов из Самарской области завоевали 20 медалей. 8 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых. Состязались в теннисе, стрельбе, футболе и беге. Соперниками были больше 500 школьников из России и других стран – Индии, Китая, Украины, Болгарии. Дети с таким подъемом, с таким настроем едут, с хорошим, только победить хотят. Ну, это вот я считаю, что это и самоутверждение, и у ребенка стимул дальше появляется к другим победам. Они уже главную победу у нас как бы уже одержали свое заболевание, они победили. И вот сейчас это уже путь к дальнейшим победам. Спорт помогает этим детям поддерживать состояние здоровья на высоком уровне. А вот на Олю Воронину все делают большие ставки. Близкий и тренер девочки прочат ей спортивную карьеру и вхождение в паралимпийскую сборную. Мариана Мирная, Артем Сулайманов, События. Благоустройство территории, капитальный ремонт домов и строительство детских площадок – это основные городские проблемы. С помощью программы на связи с губернатором активные граждане решают эти задачи максимально быстро и эффективно. Что волнует жителей Куйбышевского района, узнавал наш корреспондент. Жители Куйбышевского района – люди активные, а поэтому порядка на своей территории привыкли добиваться самостоятельно. Именно по их инициативе при поддержке городских властей на Пугачевском тракте идет ликвидация незаконно установленных киосков на территории ныне рынка. Торговля должна быть цивилизованной, и чтобы товар был свежим, работать должны только санкционированные объекты, уверены жители. На общественных слушаниях в Куйбышевском районе в рамках проекта «На связи с губернатором» жители рассказали обо всех проблемах. К примеру, еще один наболевший вопрос – благоустройство дворов. И тут они также готовы взять инициативу на себя. Но небольшая помощь общественников не помешала бы. Существует проблема вывода поливочных кранов. У нас многие жители очень активно благоустраивают дворы, разводят клумбы. Впрочем, говорят члены общественных советов, неразрешимых проблем нет. Главное – не сидеть сложа руки, рассказывать о проблемах по мере их поступления и искать пути их решения совместными усилиями. Мы собрали общие проблемы, их написали, обратились в администрацию, обратились в ЖКХ, и уже многие вопросы решили. Люди просят привезти землю, люди просят обрезать сухие ветви, косить траву, благоустроить детские площадки, установить детские площадки. Это все вопросы разрешимые. На встречах в рамках проекта «На связи с губернатором» люди могут не просто озвучить все накопившиеся вопросы, но и наметить пути их решения. Главное, чтобы помимо членов общественного совета в таких встречах принимало участие как можно больше жителей района. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Мнение общественников будет учитываться и при развитии городской транспортной сети. Свой общественный совет собирает департамент транспорта. Ведомство приглашает активных горожан, желающих войти в состав. Предложить свою кандидатуру можно в письме на электронную почту дептранссобакасамадм.ру. Общественный совет будет принимать участие в решении вопросов, связанных с работой пассажирского транспорта и оптимизацией маршрутной сети. В общем, организации дорожного движения. Общественники будут использовать автоматизированную систему. Она позволит участникам планировать встречи и обсуждать транспортные вопросы онлайн. Ремонт трамвайных путей продолжается в Самаре. Всего в этом году планируется полностью заменить более 20 километров рельс. До 14 июля ремонтные работы пройдут на трамвайном узле по улице Тухачевского. Движение трамваев будет полностью закрыто здесь с 21.30 до половины шестого утра. Путь следования некоторых маршрутов трамваев будет изменен. Автомобили во дворах – потенциальная опасность для детей. Поэтому на каждой дворовой территории должны быть предупреждающие надписи «Проезд запрещен» и «Стоянка запрещена». Оборудовать все детские площадки города такими табличками поручил управляющим компаниям первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко. Сейчас в областной столице больше 4 тысяч детских площадок. Городская административно-техническая инспекция провела проверку более 600 площадок. Оказалось, предупреждающие таблички есть только на 17% объектов. Владимир Василенко поручил ГАТИ провести полную проверку. Бавально проверить, Сергей Викторович, по площадкам и объективной информации. Только базу взять у Козельского и базу взять сколько всего детских площадок. Делаем ее выверку и пошли по ним. С 1 по 2 июля возможны перебои с водоснабжением в Октябрьском и Железнодорожном районах Самары. В этот период коммунальные службы заменят задвижку на водоводе. В некоторые дома и учреждения вода будет подаваться с пониженным давлением. На верхних этажах домов возможно отсутствие холодной воды. Дополнительная информация по телефонам 334-83-13, 334-75-12 и 336-86-51. Совместная работа правоохранителей и общественников приносит свои плоды. В Самарской области более 100 водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выявлено в ходе совместной работы инспекторов ДПС и активистов общественного движения «Ночной патруль». Напомним, к совместному патрулированию улиц они приступили в марте этого года. На сегодняшний день в состав активистов «Ночного патруля» входит более 650 человек. По оценке стражей порядка, каждый совместный рейд помогает выявить целый ряд грубых нарушений правил дорожного движения. Поддержку полицейским продолжают оказывать и таксомоторные организации Самары, Тольятти, Сызрани и Кенеля. Примерно за месяц работы водители такси сообщили в полицию о совершении 365 преступлений и правонарушений. Проверки, связанные с риском, правоохранители проводят сами. По указанию начальника областного главка МВД Сергея Солодовникова, в Самарской области началось проведение крупномасштабных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к совершенным на территории региона преступлениям. Крупная проверка, в которой было задействовано более 100 полицейских, в том числе бойцов СОБРа и ОМОНа, прошла в Сызрани. В результате восьми обысков было изъято 47 миллионов рублей и 340 тысяч долларов США, золотые украшения и 9 единиц огнестрельного оружия, которое хранилось с нарушением правил. Также полицейские проверили пункты авторазборов, торговые точки и центральный рынок города, где задержали более 20 уроженцев соседних республик, которых проверили на причастность к преступлениям. Также был проведен обыск в ломбард, расположенный на территории города Сызрани, в котором были изъяты около 600 ювелирных украшений, 121 сотовый телефон, 25 единиц оргтехники. В настоящее время будем проверять происхождение этих вещей в данном ломбарде. Подобные мероприятия по указанию начальника главка нами будут проводиться по всей территории Самарской области. Спорт и армия едины. Спортивная рота ЦСКА Самара пополнилась новобранцами, которые сегодня приняли военную присягу. Верно служить России и ее народу поклялись пять человек. Все они были призваны на военную службу из разных уголков страны. Теперь их основная задача – отстаивать ее честь в спортивных состязаниях. Все пятеро новобранцев уверены – в хорошей физической форме должен быть каждый, будь ты спортсмен или военный. Павел Слезин уже больше десяти лет занимается грибным слаломом. Канои двойку знает, как свои пять пальцев. За долгие годы участия в различных соревнованиях заслужил статус серебряного призера первенства России. Во время службы в армии решил продолжить занятие любимым делом и был зачислен в спортроту. Присяга для Павла, как и для многих военных, события. Эмоции позитивные, торжественный, священный обряд для меня. Я очень горжусь, мне выпала такая честь служить в рядах российской армии и в то же время еще представлять страну на международных соревнованиях. Совмещать приятное с полезным. Солдат российской армии должен быть полностью физически готов к труду и обороне на все сто процентов. В перерывах между тренировками спортсмены-солдаты-срочники испытают и все тяготы военной службы. Зато, говорят, в будущем это может помочь построить хорошую карьеру как спортсмена, так и военного. В перспективе этих спортсменов, если они показывают достойные результаты и подают надежды на дальнейшее развитие, то они также могут выбрать переход на военную службу по контракту спортивной команды Центрального спортивного клуба армии. Либо изъявить желание, если они хотят учиться, получить высшее образование спортивное, поступить в военный институт физической культуры, который находится в городе Санкт-Петербурге. В Самаре новобранцы пробудут несколько дней, затем их откомандируют в Москву, а уже там распределят по составам сборных России в зависимости от вида спорта, которым они занимаются. Павел Бимаков, Дмитрий Мешканцов. События. Экологический десант высадился в Самаре. Волонтеры приводят в порядок зеленые уголки города, которые не охвачены службами благоустройства. Летние субботники проходят в рамках экологического фестиваля, который продлится все лето, а в конце августа подведут итоги. В летнем субботнике участвовал и наш корреспондент. Бутылки, пакеты, бумажки. Даже самый мелкий мусор не утаится от глаз блюстителей чистоты и порядка. Волонтеры, среди них студенты и школьники, взяли шефство над парком на Воронежских озерах. Бывает очень много мусора, потому что заброшенные каскады фонтанов, заросшие кустарниками, привлекают различные маргинальные слои населения, которые распивают напитки. И за собой мусор, естественно, они не выносят. Весь собранный мусор сортируется по категориям. Зеленая лига практикует раздельный сбор. Экологический десант высадился еще в пяти зеленых зонах города. Своим примером ребята заражают всех вокруг. Положительно относятся к этому люди. Тянутся. Помогать обустраивать нашу страну, нашу Самару, парки. Когда ты это сделаешь, ты проходишь, ты понимаешь, что это вложено с душой. Такие спонтанные уборки запланированы у ребят на все лето. Только вместе, уверены они, можно сделать город чище, сохранить уникальные зеленые уголки и воспитать в горожанах любовь к порядку. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Чистота в городе – часть культуры. В этом году в Самарской области может пройти форум «Жемчужина на Волге». С такой инициативой выступили представители региона на молодежном форуме «Иволга». Идею поддержал министр культуры России Владимир Мединский. Глава Минкульта в составе почетной делегации прошел по тематическим площадкам, увидел инновационные разработки участников, пообщался с активной и талантливой молодежью. Также Мединский побеседовал о театральной жизни с режиссером Самарского драмтеатра Валерием Гришко. Молодежному форуму «Иволга» министр культуры России дал высокую оценку, а участникам обещал федеральную поддержку. Форум в общем близок к министерству культуры, во-первых, хорошей культурной площадкой, которую мы сегодня посетили, затем большим количеством проектов, которые касаются патриотической тематики. И в этом отношении мы будем всячески поддерживать усилия полпредства президента РТФО, будем выступать постоянным партнером по продвижению их культурных, туристических и патриотических проектов в Павловче. Из-за аномальной жары в области могут сократить рабочий день. Работодатели имеют право ввести особый режим труда и отдыха для сотрудников. Государственная инспекция труда региона напоминает, можно перенести начало работы на более раннее время и установить перерывы на отдых. Для этого руководителю организации необходимо издать приказ о введении особого режима работы. Телеканал «Самара ГИС» теперь доступен жителям микрорайона «Крутые ключи» и коттеджного поселка «Ударник». Настройте первый городской телеканал в цифровой сети «ЭГС Телеком». И это все новости к этому часу, а у меня еще новости экономики. Считается, что любовь к деньгам – корень всех бед. Правда, то же самое можно сказать и про отсутствие денег. За первые шесть месяцев 2015 года россияне увеличили траты на продукты и участили свои походы по магазинам. Опрос проводился в городах-миллионниках. Выяснилось, что 39% респондентов тратят большую часть денег на продукты питания и повседневного спроса. При этом ежемесячно за продуктами потребители ходят не менее 10 раз. В 2014 году этот показатель составлял 33%, а частота посещения продуктовых магазинов ограничилась 8 закупками в месяц. Ну, это неудивительно. Цены взлетели, а больше зарабатывать люди не стали. Страховщики фиксируют резкое сокращение судебных споров по возмещениям в рамках ОСАГО. По итогам первого квартала 2015 года доля выплат по ОСАГО, осуществляемых по решению суда, сократилась до 14,8%, тогда как в конце 2014 года этот показатель достигал 22,2%. Представители страхового бизнеса считают, что совсем скоро доля судебных споров будет достигать 7-9%. На снижение количества судебных разбирательств повлияло введение безальтернативного прямого возмещения убытков, создание единой методики расчета ущерба и установление претензионного порядка получения выплат. Ну и стоит отметить, что многие просто отказались от ОСАГО и ездят без полюсов. Правительство Греции информирует всех, кто находится в стране или планирует ее посетить, что меры, ограничивающие движение капиталов, принятые греческим правительством, не касаются владельцев карт, выданных банками других стран, которые желают произвести обмен или снять наличные средства через банкоматы. Одновременно в письме отмечается, что в Греции в запасе имеется горючее, а также все необходимые товары и услуги, обеспечивающие жизненные потребности туристов как в городах, так и в регионах, а также на островах. Что-то мне кажется, что в Греции скоро недвижимость будет по цене оливок. Российский фондовый рынок открылся в минусе около нуля. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1632 пункта. В аутсайдерах бумаги Башнефти, Яндекса, ОГК-2, МВД, Полюс Золото и Уралкалия. Среди лидеров роста акции Интеррау, Фармстандарта, Преф и Сургутнефтегаза, обыкновенные бумаги НЛМК, Мечелла и Аэрофлота. К открытию торгов в России сложился близкий к нейтральному внешний фон. Возможность дефолта Греции продолжает оказывать давление на мировые рынки. На американских и европейских площадках в понедельник преобладали продажи. Фондовые индексы Азии в Плюсе. Курс доллара на 30 июня 55,52 рубля, курс евро 61,52 рубля, золото стоит 2100 рублей за грамм, серебро стоит 28,26 рубля за грамм, цена нефти марки Brent 62,21 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин